Какой будет площадь воинской славы? В Губкинском завершился открытый конкурс на лучший архитектурный проект. Своё видение новой площади в работах продемонстрировали три участника. Требования к проектам одинаковые для всех. Функциональное зонирование, площади, входная зона, зона тихого отдыха, скульптур мелкой пластики, мемориальная зона с размещением мемориальной скульптуры и музей военной техники. В представленных проектах генеральный план. Каждый из участников конкурса предлагает свои элементы. Благоустройство, покрытие, озеленение, освещение, эскизы малых архитектурных форм, а также перспективы общего вида новой площади. Глядя на три проекта, как художник скажу, что первый проект делал художник, второй проект делал какой-то хитрый человек, а третий проект вообще во многом случайный. Поскольку все три проекта отвечают поставленным задачам, я думаю, что здесь больше надо сориентироваться на то, какой проект сколько стоит. Тема финансов – один из самых важных аспектов проекта. К воплощению идей планируют приступить уже в этом году. Найти наиболее оптимальный вариант, который, в общем-то, позволит нам объединить ряд предложений, которые до сих пор звучали, послушать и увидеть предложения тех, кто где-то профессионально занимается проработкой данных проектов. По словам Валерия Лебедевича, при создании нового облика площади воинской славы необходимо использовать современные конструкции и высококачественные отделочные материалы. На площади постоянно проводят массовые мероприятия – возложение цветов, чествование ветеранов и парады. На заседании конкурсной комиссии специалисты предложили сделать к площади дополнительные подъезды, подходы и автопарковки, а вокруг разбить газон и обустроить зону отдыха для горожан. Нужно предусмотреть, чтобы в зимнее время, у нас не было мероприятия, там 23 февраля и 9 мая, чтобы оно очищалось, была возможность постоянно, то есть была подсветка, чтобы люди могли и в зимнее время, когда погода позволяет, чтобы могли тоже приходить туда. В новом проекте площади воинской славы предусмотрена организация музея военной техники под открытым небом. Уже известно, что будет 8 экспонатов, общей стоимостью 2 миллиона рублей. Члены жюри всем троим конкурсантам выдали поощрительную премию по 100 тысяч рублей и приняли решение из каждого представленного проекта взять самые лучшие и оригинальные идеи. Елена Канина, Ильшат Ракаев, Новости Губкинского.